Наземные испытания самоходного шасси связаны с проблемой выбора испытательных площадок, на которых рельефные и грунтовые условия близки к натурным. Для испытаний создавались искусственные трассы и подбирались участки местности, имитирующие условия лунной поверхности. В процессе наземных испытаний на выбранных трассах изучались ходовые качества шасси с целью отработки методов дистанционного управления движением. Отрабатывалась конструкция узлов и систем, входящих в шасси, и решались задачи обеспечения надежности шасси. Вы смотрите некоторые фрагменты ходовых испытаний макетов на искусственных трассах. В этих испытаниях оценивались предельные возможности шасси. Проводилась оценка маневренных качеств. Изучалась опорная проходимость и движение по кратерам. Решались задачи профильной проходимости. Определялась устойчивость. Для различных видов испытаний создавались ходовые макеты, отличающиеся как по внешнему виду, так и по техническим характеристикам. Влияние лунной гравитации на тягово-сцепные качества шасси исследовались в летающей лаборатории. Обратите внимание на левый верхний угол кадра. Взаимодействие колеса с грунтом существенно зависит от силы тяжести. Несущая способность цепучего грунта при лунной силе тяжести понижается. Проводились испытания шасси в предгорьях и гористых районах свежих вулканических образований. Эти испытания позволили оценить предельные характеристики подвижности шасси лунохода. Формировались методы управления движением в зависимости от возможности самоходного шасси. Субтитры создавал DimaTorzok Кодовые качества шасси позволяют преодолевать ряд сложных препятствий при минимальном количестве команд управления. Шасси обладает достаточной подвижностью для маневрирования в стесненных условиях и объезда опасных участков в необходимых случаях. Луноход обладает достаточной устойчивостью для съезда с подобных уступов. При испытаниях оценивались опасные значения углов крена и дифферента, а также загрузки электродвигателей. Устанавливались предельные значения этих параметров, обеспечивающих безопасность движения. Оценивались виды и количество команд управления движением. Некоторые типы препятствий рационально преодолевать под острым углом. Вот так макет движется по каменистому участку на Земле. А на этих кадрах вы видите фрагмент ускоренной киносъемки, который имитирует динамику машины в условиях лунной гравитации. Здесь вес макета равен лунному. Скорость съемки и скорость движения макета в 2,45 раза больше, воспроизводимой на экране. Полученные результаты испытаний были использованы при отработке системы дистанционного управления луноходами 1 и 2. КОНЕЦ